Итак, простейшие тригонометрические уравнения, эпизод 2. То есть мы рассмотрели вырожденный случай, когда у нас точки оказывались где-то вот здесь, то есть лежали на осях координат. Теперь рассмотрим более общий случай. К примеру, косинус х равно корень из двух пополам. Ну, во-первых, у нас сразу выстреливает π на 4 или 45 градусов. То есть таблицу тригонометрических функций надо знать как свои пять пальцев. Хорошо. Ну или, по крайней мере, уметь ее писать, а потом пользоваться. Посмотрите видео по теории, там будет рассказано, как ее легко запомнить. Хорошо, косинус х равен корень из двух пополам. Что мы делаем на оси косинусов? Выбираем корень из двух пополам. Теперь проводим перпендикулярчик раз, перпендикулярчик два. Вот нам попались те точки, которые нужны. То есть будет искомый угол раз и искомый угол два. Каждый из этих углов будет равен π на 4. Иными словами, что мы получаем? Ага, нам подходит вот эта точка. π на 4 плюс 2πn. И подходит вот эта точка. Что это будет? Минус π на 4 плюс 2πn. И вот в какой форме компактной записывается косинус. Плюс-минус π на 4 плюс 2πn. n принадлежит z. Вот эта вот форма, х равно плюс-минус π на 4 плюс 2πn принадлежит z. Вот эта конструкция, когда у нас плюс-минус, ее можно записать вот так. Что если косинус х равен а, то х равен плюс-минус r косинус а плюс 2πn. И n принадлежит z. Возможно, выглядит страшно, просто нужно понимать, что за этим стоит. Арк косинуса это просто угол, косинус которого равен а. В данном случае косинус какого угла? Равен корню из двух пополам π на 4. Поэтому мы видим плюс-минус π на 4. Ага, плюс-минус π на 4 плюс 2πn. Рассмотрим более сложную ситуацию, когда у нас какой-нибудь отрицательный косинус. Возьмем, что косинус х равен, допустим, минус корень из трех пополам. Мы знаем, ага, корень из трех пополам, это что у нас для косинуса? Это 30 градусов. 30 градусов, то есть это π на 3, вернее π на 6. Вот, кстати, вот эта π на 6 и π на 3, я скажу, будьте особенно бдительными. У меня было несколько случаев на ЕГЭ, когда очень достойные дети, сильно и хорошо подготовленные, в 13 номере, но вот происходило замыкание и путали π на 3 и π на 6. Вот когда будете писать, чуть-чуть задержитесь и вдумайтесь. Ага, синус 30 равен косинусу 60. Вот перепроверьте себя, потому что, ну, крайне обидная ошибка. Значит, мы смотрим, когда у нас косинус равен корень из двух пополам? 30 градусов, 30 градусов это π на 6. Ага, понимаем, значит, будем танцевать что-то связанное с π на 6. Прекрасно. Теперь смотрим дальше. Ага, минус корень из трех пополам, косинус и минус. Вот где-то здесь мы находимся. Минус корень из трех пополам. Вот раз точка, вот два точка. Такс, что же тогда получается? Ага, если вот это вот соединить, если вот это соединить, мы помним, углы мы отмеряем от луча ОХ, то есть нам подходит вот этот угол, и вот этот ему симметричный. То есть вот мы понимаем, ага, опять же возникнет плюс-минус. Но что же нам написать? Мы понимаем π на 6. Так, π на 6. То есть вот в этом треугольнике вот этот угол равен π на 6, то есть 30 градусов. А чему же тогда равен вот этот угол? Единица минус π на 6. То есть π минус π на 6. Если вот этот весь угол 180 градусов или π, а вот этот π на 6, то оставшийся будет 5π на 6. А этот, соответственно, ему симметричный. Минус 5π на 6. То есть х будет равняться плюс-минус 5π на 6 плюс 2πn. n принадлежит z. Вот мы с вами решили простейшее уравнение для косинуса. Обобщая это, значит, как решать простейшее уравнение, связанное с косинусом? Если это, конечно, не вырожденный случай 0,1, минус 1. Какое-то другое значение. Что мы говорим? Ага, находим на оси косинусов искомую точку. Возводим перпендикуляр. И вот мы получили точка раз, точка два. Этим точкам соответствует какой-то угол. И общий вид у нас будет плюс-минус угол плюс 2πn. То есть что получается? Вот здесь вот у нас было. Ага, смотрим. Вот этот весь большой угол. Это π минус π на 6. То есть 5π на 6. И помним, что угол мы всегда отмеряем от оси ух. Вот от луча вот этого ух мы отмеряем искомый угол. Вот дело сделано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кто-то начал искать лето? Продолжение следует...